27 января 1944 года – это дата полного снятия немецко-фашистской блокады с города Ленинграда. Блокада Ленинграда – это одна из трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Блокада – это страшное слово стало настоящим приговором для ленинградцев. 900 дней и ночей люди, изолированные от всего мира, жили в настоящем аду между жизнью и смертью. Тяжелые испытания выпали на долю взрослых и детей, но они выстояли, не сломились, не сдались врагу. Ленинград для всех людей на планете стал символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к родине, удивительной силы духа, русского народа. В то время в блокадном Ленинграде жила и работала Вера Евгеньевна Карасева. Она очень любила детей и еще до того, как началась война, стала детской писательницей и писала детские рассказы для детей и о детях. Одна из самых знаменитых ее книг про детей, которые пережили блокаду, называется «Кирюшка». В книге рассказывается о Великой Отечественной войне, о блокадном Ленинграде, о детях и взрослых, находившихся в это тяжелейшее время в городе. Исокогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей рассказ Веры Карасевой про Любочку и про ее маму. Любочке было четыре года и жила она со своей мамой в осажденном фашистами городе Ленинграде. В то время была война и враги окружили Ленинград кольцом, взяли его в блокаду. Любочкин папа сражался на Ленинградском фронте. Большой дом, в котором жила Любочка, походил раньше на спелый стручок гороха. Так плотно он был населен жильцами. Но сейчас дом опустел. Мужчины ушли воевать, ребят увезли подальше от фронта, а женщины работали на заводе. И часто там же и жили, как солдаты, на казарменном положении. Работать голодным и измученным бомбежкой людям было очень тяжело. Но завод-то был военный. Он делал танки, нужные фронту, и люди трудились, насколько хватало сил. Мама и Любочка жили в одной комнате, а вторую занимал Иван Кириллович, пожилой токарь. Сыновья его воевали, а дочери с детьми уехали. Мама тоже могла уехать за своей Любочкой. Но она знала, что папа воюет в нескольких километрах от их дома и не хотела уезжать. Она думала, а вдруг папу ранят, кто же тогда будет за ним ухаживать. Но время шло, и мама с Любочкой чувствовали себя все хуже и хуже. В начале войны они получали по карточкам достаточно хлеба и кое-какие продукты. Но после того, как немцы разбили склады, продукта в городе почти не осталось. И хлеба стали выдавать на целый день крошечный кусочек, размером не больше двух спичечных коробков. Это был уже настоящий голод. Пришла зима. И Любочка так ослабела, что не могла ходить по комнате и перестала спускаться в бомбоубежище. С утра до вечера она сидела в уголке у своей серенькой меховой шубки и даже с любимой куклой Али не хотела играть. Ударили морозом. И в комнате стало так холодно, что меховая шубка почти не согревала Любочку, а дров не было. Мама давно уже сожгла деревянный ящик, где раньше они держали картошку. Сожгла и лестницу, по которой папа взбирался чинить электричество. Потом доску для пирожков и котлет. Ведь ни пирожков, ни котлет в Ленинграде никто теперь не делал. Затем в печку отправились один за другим все стулья, Любочкина деревянная кровать и, наконец, обеденный стол. Иван Кириллович заглянул однажды к ним в комнату, увидел, как мама сует в печку ножку от стола и сказал, что такую обжору мебелью не насытишь. И на другой день принес маленькую железную печурку. Эту печурку можно было топить щепками. И в комнате все-таки становилось теплее. Но когда сожгли обеденный стол, табуретку и большой комод Ивана Кирилловича, не осталось щепок даже для маленькой печки. Утром мама оставила Любочку лежать под одеялом. А сама встала и ушла в кухню поискать что-нибудь деревянное, что могло бы сгореть в печурке и хоть немного обогреть комнату. Но в опустевшей и обледневшей кухне ничего горючего уже не осталось. Не нашлось даже лучинок, на которых можно было бы согреть Любочке стакан чая. А Любочка чувствовала себя в этот день совсем плохо. Худенькая и большеглазая, она лежала, свернувшись клубочком под одеялом, и была похожа на маленького захворавшего зайчонка. И тут мама с мучительным страхом подумала о том, что ее Любочка, ее единственный драгоценный зайчонок, может умереть от холода и голода. Последние силы, последнее мужество оставили маме. Она опустилась на колени, положила голову на Любочкино одеяло и заплакала. Так горько мама еще никогда не плакала. Не в тот день, когда началась война, не тогда, когда провожала на фронт папу. А Любочка, хоть и видела, что мама плачет, но оставалась совсем равнодушной. Она так озябла и так сильно ослабела, что ко всему было теперь безразлично. Скрипнула в дверь. И в комнату тихонько вошел Иван Кириллович. Он только что пришел с работы и крепко озяб. Брови у него были белые, усы тоже белые, а нос красный от мороза. Иван Кириллович сделал вид, что не замечает маминых слез. И сказал, «А температура у вас пониженная, градуса три не больше. Надо скорее топить печку». Мама встала и сказала, утирая слезы. «Я уже все сожгла, что можно было. Остался только диван. Но мы на нем спим. Да еще папины книги». «Книги жечь – это последнее дело», сказал Иван Кириллович. Он постоял, тихонько постукал валенками, видимо, у него замерзли ноги, погладил себя по лбу и вдруг торопливо направился к дверям. Через несколько минут в коридоре что-то зашуршало, зашумело, и в комнату снова вошел Иван Кириллович, таща за собой туго набитый большой матрасник. «Вот», – сказал он, «это я нынче летом набил, сосновыми стружками из-под яиц, в нашей молочной взял. Все равно на нем теперь спать некому. И мы его сейчас распорим и истопим печку». Смолистые стружки горели очень жарко, с каким-то особенным гулом, свистом и даже как будто с веселым пением. В комнате потеплело, но Любочка все еще лежала под одеялом. Мама сидела подле нее и поелила ее горячим, чуть подслащенным чаем. Иван Кириллович примастился на полу у печки, подкладывал в нее стружки и смотрел на Любочку. Он думал, «Да чего же истаяла малышка? Молока бы ей сейчас теплого, хоть полстакана или яичка». Запустив руку в матрасник, Иван Кириллович вытащил свежую охапку стружек. Хотел было сунуть их в раскаленную дверцу и вдруг вскрикнул, «Есть! Есть!» Мама обернулась и спросила испуганно, «Иван Кириллович, голубчик, что с вами?» Иван Кириллович молча протянул руку. На его ладони, большой и черной от металлической пыли, лежало настоящее, крупное, чуть желтоватое яйцо. «В стружках откопалось, вот чудеса!» сказал Иван Кириллович. Мама взяла яйцо, бережно, как очень хрупкую драгоценность, переложила его из одной ладони в другую, посмотрела на свет, потом приложила яйцо к щеке и засмеялась. «Совсем хорошее, свежее, свеженькое, словно вчера только снесла его курица», сказала мама. «Потому что в сухих стружках лежала и еще бы пролежала, не испортилась, да лежать ему хватит», усмехнулся Иван Кириллович. «Сейчас наша Любочка его скушает». Он налил в кружку крутого кипятка и мама опустила туда яйцо. Любочка съела яйцо и немного повеселела. Она уже не лежала, а сидела на диване и смотрела, как огненные языки слизывают одну за другой сухие стружки. Красные огоньки отражались у Любочки в глазах. И мама тоже перестала украдкой вытирать слезы. Я опять стала казаться, что скоро все будет хорошо, ведь Любочкин папа со своими товарищами бьет фашистов и скоро совсем прогонит их от Ленинграда. Иван Кириллович заботится о маме Любочке и в трудную минуту всегда им помогает. Кто-то постучал. В комнату вошли две незнакомые девушки в батниках и маховых ушанках. «Это вы, семья товарища Сергеева?» спросили они. «Мы», ответила мама и поднялась им навстречу. «Мы привезли вам дрова с завода, где работал ваш муж. Всем семьям военных отвозим понемножку. Покажите, пожалуйста, где сложить». «Я покажу», вызвался Иван Кириллович. И мама с Любочкой скоро услышали, как девушки, тяжело ступая по коридору, потащили в кухню вязанки дров. Потом они снова зашли в комнату, погрели руки у печки и спросили маму, есть ли письма от инженера Сергеева. «Есть», ответила мама. «Только не от инженера, а от капитана Сергеева». «От нашего папу», объяснила им Любочка. Девушки попросили передать капитану привет и ушли. Только заперли за ними дверь и вдруг опять стучат, пришел новый гость. Вовка из третьей квартиры. Вовка был такой закутанный, что сначала его никто не узнал. На голове шапка, на шапке башлык, а поверх башлыка мамин платок. На руках у Вовки две пары варежек, а на ногах большие, верно отцовские, валенки. «Привет юному изобретателю», сказал Иван Кириллович. «Как мама поживает?» «Хорошо», ответил Вовка. «Она сегодня дежурит в госпитале, а я пришел к вам. Смотрите, что я для вас делал. Это лампочка. Она горит ярко, а керосин уберет совсем мало». Мама взяла у Вовы из рук маленький предмет, завернутый в бумагу. Это действительно оказалась лампочка. Она была сделана из флакона из духов. Сверху железный кружок, в кружок воткнута трубочка, а в трубочке фитилек из ниток. «Чудесная лампочка», похвалила мама. «Мы с Любочкой растопили на блюдце елочные свечи, но получилась ужасная ерунда, а с такой лампочкой можно даже читать». Мама размотала Вовке платок, сняла с него башлык и усадила грец возле печурки. Чтобы дети не скучали, она стала читать им книжку про деревянного мальчика Буратино. Книжка была такая интересная, что Иван Кириллович тоже слушал с охотой. Оттаившие за день стекла к вечеру снова покрылись ледяной корой. Мама посмотрела на окно и вздохнула. Но Иван Кириллович сказал, что мороз скрепчает. И это замечательно, потому что фашистские самолеты в сильный мороз летать не могут. У них замерзает горючее. Значит, бомбить Ленинград не будут. А наши горючие мороза не боятся. И наши летчики могут сегодня спокойно прилететь в Ленинград и привезти письма, газеты и даже продукты. И вдруг зашумело радио. Мама закрыла книжку и сказала, неужели опять тревога? А радио потрещало, поскрепело, побулькало и радостный голос сказал, что по Ладожскому озеру в Ленинград привезли продукты и с завтрашнего дня хлеба будут выдавать на 75 граммов больше. Ура! Хором крикнули Иван Кириллович и Вовка. И Любочке тоже хотелось закричать ура, но у нее не хватало сил. Утром Любочка проснулась слабенькая, но не такая скучная, как вчера. Через два месяца приехал с фронта на один день Любочкин папа. Блокадная зима продолжалась, но солнце светило уже ярко, дни стали длиннее, и в Ленинград по Ладожскому озеру шли машины и везли ленинградцам хлеб, сахар в руку. Любочка была еще худенькая и бледная, но она уже ходила по комнате, сама умывалась в тазике и нянчила свою Аль. А Вовка снял платок и башлык и привязал к валенку, одел конек, пытался кататься по снегу во дворе. Мама, конечно, рассказала папе о том, как жили они с Любочкой эти месяцы в осажденном городе, и про яйцо не забыла рассказать, как неожиданно нашел его Иван Кириллович в стружках. «Я его съела и стала поправляться», объяснила папе Любочка. «Верно», согласилась мама, «с того дня тебе стало лучше, но поправилась ты от того, что о нас все время заботились наши товарищи, наши смелые и добрые ленинградцы, и Иван Кириллович, и девушки-дружинницы с папиного завода, и Вовка, и шоферы, возившие в Ленинград хлеб.